Ну, нормандский формат, он действительно не демонстрирует такой сверхэффективности, и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро. Чего бы не хотелось. Вот что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы. Я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе вообще анахаронизм холодной войны, и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если украина, украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении. Но, насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток, тем не менее, рабочей силы из Украины в Европу. Конечно, увеличится. У нас в России только по предварительным данным работает 3 миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают чуть больше, конечно, люди даже из России попробуют переместиться туда. Я уже не говорю о тех желающих переехать с Украины работать в Европу. Это будет серьезная нагрузка на рынок труда. Что здесь в Европе? Что здесь, мне кажется, может быть отрицательным для самой Украины? Если не будет дано право на работу, то тогда люди из Украины, приезжающие работать в Европу, будут поставлены изначально в очень унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально. То есть они будут приезжать, скажем, на 3 месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Но это значит, что они будут нелегально работать. Это значит, что они не будут социально защищены и вообще никак не будут защищены. Это будет просто такая жесткая эксплуатация. И это плохо. Поэтому если уж разрешать безвизовый въезд, нужно разрешать и право на работу.